Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикмилосом и я, Артур Идиатурин. Азиатские рынки начали торговлю в среду за снижение, так как часть инвесторов ликвидирует длинные позиции в азиатских акциях перед моментом высокорыночной рубленности. Таким является встреча чиновников комитета по открытым рынкам в США сегодня, на которой должен быть определён дальнейший курс по ужесточению денежной политики. Фьючерсы на европейские акции также не остаются безразличными. К возможным сюрпризам в США сегодня в среду они начали торговлю со снижением, указывая, что европейская торговля также будет проводить большую часть времени сегодня в красной зоне. Широкий индекс акций азиатско-тихоокеанского региона, кроме Японии, снизился 0,2%. Лидерами падения стали акции Австралии и Южной Кореи. Японский индекс Nikkei также упал, в то время как акции материкового Китая слабо изменились, что немного странно по итогам сегодняшней торговой сессии. Новые затруднения в переговорах между Китаем и США стали одной из причин, лишивших позитивного настроя рынка акций. С одной стороны, Bloomberg сообщил, что Китай не соглашается на некоторые требования американской стороны из-за отсутствия гарантии, что тарифы будут отменены после заключения сделки. В то же время, Wall Street Journal, свойственные источники, знакомые с ходом переговоров, пишут, что переговоры подошли к финальной стадии и конец апреля является ориентировочной датой заключения сделки. Торговкой среди США Роберт Лайтхайзер и секретарь Казначейства Стивен Нучин планирует введет в Китай на следующей неделе, чтобы подытожить промежуточный прогресс переговоров, сообщила администрация Белого дома во вторник. Как видно, есть динамик юаня, он достаточно хорошо фильтрует положительные новости и сегодня значительно укрепился против доллара. Азиатские фирмы откладывают инвестиционные планы, как показывает опрос Инсид. Оптимизм компании остался на минимум трех лет в первом квартале, таким образом заражая, будем говорить, недоверием инвесторов, не торопившись устраивать ралли на рынке акций. В числе основных, в числе главных рисков для своей деятельности компании включили торговые войны, повышение ставок и замедление китайской экономики. Федеральная зерна система, как ожидается, сегодня ставит процентную ставку без изменений, поэтому фокус участников рынка, естественно, смещается на ожидании регулятора, в частности, планы по завершению программы продажи активов и изменения прогнозов по макроэкономическим показателям, то есть ВВП и инфляции. С начала этого года Джереми Пауэлл настойчиво вплетал в формулировку терпеливых РС в комментарии, что с поступающими данными все больше приобретает интерпретацию намерения ФРС завершить нормализацию денежной политики в этом году. Фьючерсы на ставку сейчас закладывают снижение, одно понижение ставки в 2020 году. Исходя из этого, Пауэлл сложно будет удивить, разочаровать рынки сегодня. Текущий объем активов ФРС сейчас составляет около 4 трлн долларов. Состоит преимущество из облигаций казначейства и долговых бумаг, обеспеченных недвижимостью. Сложно называть программу сокращения активов на балансе таковой, так как накупив активов с предкризисного уровня, который составлял 900 млрд долларов до 4,5 трлн долларов, ФРС мог выпустить на рынок, как видно, всего лишь 500 млрд долларов. Ценный бумаг на 500 млрд долларов. Необходимость разблога баланса ФРС сейчас аргументирована тем, что регулятор переходит к так называемой системе избыточных резервов, где основные избыточные резервы банков хранятся на корреспондентских счетах ФРС, что облегчает регулятору удержание ставки, процентной ставки по федеральным фондам в рамках некоторых коридоров. По некоторым данным, итоговый баланс на завершение программы скупки активов может составить 3,85 трлн долларов и будет преимущественно содержать бумаги казначейства. Британский фунт остается заложником новостей, связанных с Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет выпрашивать очередную отсрочку по выходу Британии из ЕС, по крайней мере еще на три месяца после того, как третье голосование по ее плану провалилось. Шантаж Мэй Парламента сейчас заключается в таком незамысловатом принципе, мой план либо никакой, и выпрашивание у Евросоюза отсрочки двигает процесс в сторону никакого плана. Это, естественно, не устраивает парламент. С другой стороны, глава переговорной команды ЕС по Brexit Майкл Барнер заявил, что продление сроков обсуждения плана будет иметь смысл, если это будет увеличивать шансы Мэй на ратификацию ее соглашения в парламенте. Нефть полномерно обновляет максимумы на фоне снижения активности американских нефтяников. Сегодня, как видно, цены немного стабилизировались. Данные от Banking Futures показывают, что количество работающих вышек устойчиво снижается. Также последний отчет от Международного энергетического агентства показал, что во втором квартале баланс рынка может сместиться в сторону DPC, это, конечно, тоже оказывает поддержку ценам. На сегодня на все. Спасибо за внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо. Спасибо.